приветствую всех с вами канал витасалва и это продолжение ряда видео о пневматическом пистолете anix skiff а 3000 это видео о полной разборке дайва продолжение учитывая достаточно высокую сложность механизмов этого пистолета проводить разборку без особой на то надобности настоятельно не рекомендую и как раз в этом видео мы будем разбирать усм со ствольной коробкой первонаперво вот эти вот пружинки клавиши затвора затворной коробки мы их снимаем аккуратненько потому что здесь пружинки чтобы они не улетели так раз с одной стороны и с другой точно так же и убираем их стороночку вот так вот они выглядят чё тут пластмасски сторонку я их убрал здесь есть кстати пружиночка вот в этом месте я бы я тоже убрал ну так отсюда нафиг чтобы не мешалась вот она здесь была в этой части очень-очень много пружинок всяких насколько я помню когда разбирал его дальше мы делаем такие движения нам нужно оттянуть взять вот таким вот образом как вы видите и оттянуть в данном случае на меня вот так вот и потянуть вверх и просто это все вытащить здесь нужно быть аккуратно потому что здесь находится шептала остановимся пока именно на стволе здесь снимаем вот такую вот пружину тоже откладываем стороночку здесь мы видим тоже пружинка и вот такое вот кольцо эта часть называется типа грузы ствол очень крепко закреплен он не не дрыгается ничего здесь вот есть штифты сейчас мы их вынем и после этого скорее всего мы сможем вытащить сам ствол правда там есть еще один штифт такие вот маленькие штифтики и просто-напросто вытягиваем этот ствол конечно здесь есть еще один штифт который на что-то влияет очень тяжело вытаскивается именно это штифт очень тяжело и он такой толстенький я бы сказал даже ну все он вытащен вот он находится прямо здесь эта часть у нас тоже разобрана вот такой вот у нас ствол конечно не забываем каким он местом должен и куда стоять чтобы потом это все нам собрать и откладываем это в стороночку вон там нарезы видны видите какие фильм джейнс бонд ну в общем поняли о чем я надеюсь кто знает тот понял кто нет пересмотрите джеймс бонд 007 я бы не сказал что она сложная но оно нудное и имеет очень много всяких маленьких деталей деталей пружина каких-то тут непонятно всего так эта часть у нас в которой стояла пружинка она просто снимается вниз и все вот ничего сложного пластик тоже здесь идет интересная довольно штучка это авто шептала как раз она выпирает вот так вот она выглядит именно с помощью вот этого авто шептала и можно сделать усиление этого пистолета но насколько я знаю я не пробовал очень рискую потому что авто шептала такое потом фиг найду где хотя она довольно таки не сложно и я думаю сделать его самому в принципе можно что нам нужно сделать это вытянуть вот этот вот штифт на котором расположены две пружинки но надо быть очень очень аккуратно и таким образом крючок спусковой вытащить вниз вот здесь вот как раз идут вот эти вот ножки которые передвигают магазин который называется конвейерного типа называется ограничитель так они выглядят так же хочу заметить что авто шептала она тоже здесь на штифте ки и здесь на пружиночки но здесь я думаю все просто не надо объяснять ничего штифт вытаскивается только с одной стороны это тут у нас тут показано вот так вот вот так вот пружиночка тоже отстегивается снимается все вот этот сам крючка крючок спусковой спусковой крючок кому как больше нравится его тоже в стороночку убираем штифтик вот это авто шептала играет очень важную роль в этом пистолете заметьте что пока мы разбираем вот этот пистолет кто смотрел предыдущие видео все сделано на штифтах что очень как бы ну прикольно упрощает задачу да не надо никаких отверток то есть резьба нигде не срывается такого как бы серьезного ничего не происходит здесь мы видим что здесь тоже какой-то штифт но скорее всего эти штифты используются как какие-то ограничители чего-либо вот и здесь идут такие вот же пружинки пластмассовые так я думаю что скорее всего она называется пружина упора их на самом деле достать не так уж то и легко типа шариков ну попробуем подцепить его шилом я думаю что он пластмассовый да так вот здесь вот надо быть аккуратнее стенка уже сломана хотя такими я думаю движениями можно достать да пластмассовый там пружинка небольшая так же и с этой стороны но шилом конечно удобнее будет но не всегда не всегда да такая вот небольшая пластмассовая штучка и там пружинка не буду я уделять слишком долго этому внимания с той и с другой стороны главное их не потерять конечно в первый раз разбирая этот пистолет но вообще полностью кажется что все очень сложно так на самом деле разобрав его можно понять что в принципе ничего сложного нет да детальки с ними надо быть аккуратнее потому что не все детальки как вот например автошептала сделана из металла крючок сделан спусковой в данной модели из пластмассы ну пластмасса здесь хорошая я об этом уже говорил в знакомстве в этом пистолете так хотя слышал у старых моделей были на самом деле они железные надо быть аккуратным с пружинками потому что проблема с пружинками в том что найти их сложновато будет потом подыскать что-то подобное пистолет полностью разобран ударно-спусковой механизм ствольной коробкой полностью разобрали эта деталь у нас называется груз именно так она и называется в ней ничего дополнительного нету только вот пружинкой кольцо было но это было полностью на стволе дополнительного здесь ничего я не вижу эта пружина она основная конечно же это у нас шайба латунная типа латуния мне кажется такого цвета это в общем буферная пружина следующее вот именно эта часть называется опора вот эти вот штуки о которых я вас предупреждал чтобы они не вылетали это называется стопор они вот такие вот пластмассовые они как раз закрепляет затворную раму чтобы она не слетала а это конечно же пружинки стопора следующая часть эта часть называется шептала она как раз функционирует с автошептала в ней идет еще пружинка вот такая это пружинка называется пружинка шептала это называется ограничитель а вот именно вот эта деталька называется палец хотя они очень похожи я надеюсь всем было интересно и полезно можно закончить ряд видео о полной разборке пистолета фирмы анекс модели скиф а 3000 и уже переходить к следующим манипуляциям так можно сказать его к чистке смазки сборке может быть рассказать о кое-каких модификациях этого пистолета и устранение каких-то проблем ставьте лайки подписывайтесь на канал на самом деле пистолет очень интересный полностью вот его разобрали уже увидимся я всем желаю удачи добра до новых встреч